Великая княгиня Елизавета Федоровна, основательница Марфа Мариинской обители и лучшей хирургической больницы Москвы, лично помогала при операциях и выхаживала самых тяжелых больных. Открыла санаторий для раненых солдат, построила здание с дешевыми квартирами для работающих женщин, забирала детей из притонов. 18 июля 1918 года в Алапаевске была жестоко убита большевиками. Мы сегодня с вами вспоминаем Великую Годницу Божию, преподобную Мучинск, Великую Княгиню Елизавету, чья жизнь, в общем-то, была подвигом. Один из пределов храма села Усово освящен в честь святой преподобно-мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. В воскресенье прихожане храма и сотрудники фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество почтили память Алапаевских мучеников. Хочу еще раз всех вас поблагодарить за то, что именно здесь возносятся молитвы. В тех местах, на той земле, по которой ходила Елизавета Федоровна, юная, только что вышедшая замуж, которой было 20 лет, красавица, она здесь совершала верховые прогулки, своим супругом Сергеем Александровичем, великим князем, который провел здесь детство, который совершил здесь свои первые паломничества. В престольный праздник просветительский центр Усова-Спасская посетила министр культуры Московской области Елена Харламова. Сейчас в его залах работает выставка «Врачеватели душ и телес», посвященная духовникам и врачам общин сестер Милосердия Российского общества Красного Креста под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Это было благословение, а кому и что, все было затерто, просто зацарапано. Один из экспонатов – икона Богоматери, подарок Ивану Олексинскому, главному врачу Иверской общины сестер Милосердия, на свадьбу от Аделаида Соковниной. На выставке представлены уникальные предметы из Госархива Орловской области, Государственной публичной исторической библиотеки, Марфа Мариинской обители, Свято-Екатериненского женского монастыря и семейных коллекций. Многие впервые. Она очень богата по своему содержанию, она очень богата материалами, подлинными артефактами, удивительными фотографиями, дневниками того времени и так далее. Здесь целые семейные архивы врачей, которые оставили свой вслед в российской истории. Экскурсию по выставке «Врачеватели. Душ и телес» для Елены Харламовой провела глава Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова. Министр отметила историческую значимость экспозиции и ее актуальность. В нашем жестком мире, который сейчас идет, такие качества и такие чувства, как милосердие, оно настолько куда-то уходит и нивелируется, что мне кажется, об этом надо обязательно рассказывать и показывать. Выставка «Врачеватели. Душ и телес» в просветительском центре Усова-Спаска работает ежедневно с 10 до 20 часов. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».